Жители и гости Нювчима сегодня точно могут купаться без опаски. В их посёлке собрались самые подготовленные спасатели со всей республики. Но на берегу сельчан не видно. Погода сегодня отнюдь не пляжная. Всего 13 градусов тепла и порывистый ветер. Но участников соревнований холодной водой не испугаешь. «В принципе, привычно. Работаем в таких условиях почти каждый день. Всегда разные. Бывали хуже, бывали лучше». Маневрирование на лодке, гребли на катамаране, броски спасательного круга на дальности, на точность. Программа соревнований обширная. Но всё же большинство этапов связаны со спасением утопающих. Условия приближены к реальным. Естественный водоём, нулевая видимость под водой и большая глубина. «Сегодня первый этап у нас – это спасение утонувшего с глубины 2 метра. Необходимо на САПе проехать в место утопления, проплыть. Далее страхующий остаётся на САПе, а заныривающий спасатель должен нырнуть до дна, найти человека примерно на месте утопления. И нужно поднять его на поверхность, далее вытащить на САП. После чего уже подразумевается оказание первой помощи. В этом заключается. Там манекен, набитый песком, килограмм 80, наверное. В воде не чувствуется, но когда достаёшь из воды, прямо тяжёлый становится». К слову, многие участники признаются, в реальной жизни спасать утопающих им ещё не приходилось. Но эти навыки точно им пригодятся. «Я обращаю внимание на то, что эти мероприятия, которые и все номера, и функции, то, что выполняются на разных участках, это все они прикладные. То есть спасатели – это ежедневно, ежегодно, ежемесячно используют в своей служебной деятельности, работе. Эта площадка позволяет как раз делиться передовым опытом. Каждый показывает, что он умеет». Сейчас в Коми установилась прохладная погода, но спасатели отмечают, как только цифры на термометре поползут вверх, увеличится и количество несчастных случаев на воде. И когда спасать уже будет некого, за дело возьмутся водолазы. «Самое тяжелое и неприятное для Республики Коми и для нас – это, конечно, поиск тел утонувших. То есть здесь у нас работы хватает, люди очень как-то необязательно относятся к средствам спасения на воде. Из-за этого приходится людей уже водолазам искать, проводить поиски. То есть уже у нас и утонуло людей больше десяти, это только на которых мы выезжали, которых искали. И сейчас ещё поиски продолжаются. То есть в Уссилимском районе до сих пор не нашли одного мужчину, который неизвестно где даже вывалился из лодки». Сегодня спасатели просят всех нас не забывать о том, что наша безопасность – это в первую очередь наша собственная обязанность. Потому как иной раз спасателя рядом может просто не быть. Павел Королёв, Алексей Паршуков, телеканал Юрган, Сыктывдинский район.